Лев Иванович Яшин – легендарная фигура для всего динамовского фан-движения. Среди россыпи звездных игроков «Динамо» именно Яшин чаще всего упоминается в зарядах и изображается на баннерах. Сегодняшний выпуск посвящен болельщикам «Динамо», которым удалось найти и восстановить автомобиль легендарного вратаря, и уже скоро эта машина отправится на выезд. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте готовы написать комментарий. Это в движи будет интересно. 10 августа 1989 года на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч между сборной СССР и сборной мира, посвященный 60-летию Льва Ивановича. На этом матче, который закончился с отчетом 2-2, спонсоры – это немецкая компания «Мюллер», вот при участии самих игроков, а за сборную мира тогда играли и Бекенбауэр, и Чарльтон, и Сэби, и Паненко, то есть легенды мирового футбола. По окончании матча спонсоры поднесли в честь 60-летия Яшина такой автомобиль «Мазда 626» 1989 года, и прямо на стадионе она была ему подарена. В то время уже Лев Иванович испытывал проблемы со здоровьем, поэтому машина была с ручным управлением, на ручном управлении. К 60-летию Яшина японская фирма «Мазда» сумела подарить автомобиль Леву Ивановичу с ручным управлением. Это все прекрасно, он это все заслужил в высшей степени. Спустя полгода после того матча Леву Ивановича не стало, но он успел поездить на этой «Мазде». Судя по тому, что с сидений передние прожжены, он и за рулем успел поездить, и на пассажирском сидении успел поездить. Для «Динамовцев» эта машина имеет очень важное, даже не историческое, а какое-то семейное значение. Она, по сути, член «Динамовской семьи». После того, как Леву Ивановичу не стало, машина была переоформлена на Валентину Тимофеевну. Многие годы оставалась в семье. Василий Фролов, наш внук Льва Ивановича, на ней ездил. Всем привет! Привет, Антон! Итак, немножко воспоминаний о его 626-й «Мазде», которую подарили Льву Ивановичу Яшину на 60-летие. Первое, что хочу сказать, это, конечно же, мои детские воспоминания, когда мы с Валентиной Тимофеевной ехали, и так волею судеб совпало, что на эту дачу, наверное, любимое место Льва Ивановича Яшина в последние годы, в котором он любил бывать. Мы ехали на 626-й «Мазде», и в начале 90-х это, конечно, было что-то, не знаю, сопоставимое с тем, как сейчас, если бы я полетел на «Суперджете» в максимально люксовой комплектации, куда-нибудь на отдых. Вот, таких машин тогда не было, и, конечно, воспринималась эта поездка просто лучше любого аттракциона. Вот, дальше в 20 лет мне досталась эта машина, соответственно, я ей пользовался как 20-летний, ездил на ней, там, ну, бывало и на какие-то тусовки, еще куда-то. А по поводу прожженного сидения, честно не могу сказать, было ли оно прожжено до моего пользования, либо было после, не помню просто, может быть, это и Лев Иванович его случайно прожег, а, может быть, это и я, так как тоже продолжительное время курил, может быть, и я его прожег, честно не могу сказать. Вот, а так машина, конечно, классная, просто огонь, для, тогда, видно, делали на совесть машины, очень крутая была подвеска, шла просто как, просто как корабль по волнам, очень крутая машина на самом деле. И сейчас машины, наверное, такие больше, как лего, как какой-то конструктор похожий, а та, она, конечно, прям такая цельная, очень крутая. Вот, когда мне было 24 года, соответственно, появилась возможность купить более современную и лучшую машину, и, конечно, сейчас бы я бы немножко по-другому распорядился бы той Маздой, но тогда 24 года, тоже продал ее. Вот, и, соответственно, сейчас, спустя 12 лет, когда увидел ее в ЦУМе, конечно, было такое чувство, как будто родственника встретил, которого давно не видел. Хочу огромное спасибо сказать тем ребятам, кому она в итоге попала, как они в нее вложились, какая она сейчас крутая, и хочу сказать, что ей очень сильно машине 626 Мазде повезло, что она попала именно к тем людям, у которых она сейчас. После чего была продана другу семьи, и, ну, по сути, наверное, около 10 лет уже стояла на транзитах, без движения. Сегодня мы ее, благодаря нашим «Динамовцам», нашли. Вот, Коля Глаз как раз сбросил объявление, что продается этот автомобиль. Он стоял на автору на продаже за какие-то совершенно безумные деньги, по-моему, 9 миллионов рублей. Ну, как историческая ценность, мы же понимаем, что это историческая ценность, поэтому такой был ценник запредельный на нее поставлен. Вот, мы приехали с друзьями ее смотреть, ну, скажем так, многие годы стояния под липами в московском дворе отразились на машине не самым лучшим образом. Вот, понятно, что весь лакокрасочный слой установить уже там не удалось. В моторе разве что там мыши не жили, задние стоки были забиты, из-за чего в багажнике было хорошее очень там болото. Вот, и, ну, скажем так, машина не производила того вау-эффекта, несмотря на свою такую историческую ценность и интересную судьбу. И, ну, я сделал какое-то такое скромное предложение, оно было отвергнуто. И благодаря моим друзьям, болельщикам, Артему, Андрею, мы все-таки решились купить этот автомобиль. Ну, мы его взяли на троих, потому что на троих это было не так больно по финансам. Ну, то есть, а сумма 9 миллионов, она осталась? Нет, конечно, нет, конечно. Мы взяли гораздо ее дешевле. Но, чтобы вы понимали, я являюсь автомобильным коллекционером, потому что я просто понимаю, что цена рыночная эта машина 300 тысяч рублей. Но если повезет, то 400, да. Мы, конечно, уронили эту цену, но весь ужас ситуации в том состоит, что мы купили за несколько миллионов рублей автомобиль. Но, чтобы довести его до совершенства, надо вложить еще несколько миллионов рублей, примерно сопоставимую с этой ценой. То есть, проект очень непростой, но мы понимаем, что это действительно член динамовской семьи. Надо спасать, выручать, поэтому в наших планах полностью восстановить машину, привести в идеальное, в оригинальное состояние, но при этом, чтобы она не была музейным экспонатом, а ездила. То есть, это будет, как мне сказал Максим, владелец сервиса, где мы сейчас находимся, это будет лучшая Mazda 626 в мире, потому что Mazda 626 никто в здравом уме еще не восстанавливал. Но она будет, самое главное, она будет боевой походной машиной. В нашей стране любой автомобиль нужно поставить на государственный учет, поэтому нужно было выбрать номера. Изначально, когда Лев Иванович регистрировал автомобиль в первом ПТСе, который у нас, кстати говоря, сохранился, и здесь у нас есть отметки о том, что первый владелец автомобиля Лев Иванович Яшин... Там есть все бумаги, как его везли, как Аэрофлот его вез, как все остальное, ну, покажи, в чем что-то. Да, есть действительно бумаги, так сказать, спецификации от Люфтганзе, от Аэрофлота, которые принимали этот автомобиль. И, как сказал Филипп о том, что подарила немецкая компания Мюллер ГМБХ, они написали официальное письмо Леву Ивановичу, что именно этот автомобиль дарится ему на его 60-летие в день проведения матча. Да, есть официальный перевод с немецкого языка. А первым государственным номером, который у него был, это был вот этот номер, CMM 2106. Да, как у вас 2106, раньше это было в почете. Мой друг, наверное, не даст соврать. В те времена, когда он был еще молод. Это как сейчас номера ВОР. ВОР, да. Но, так как система государственного учета номеров у нас изменилась и стала, как минимум, на одну цифру меньше, эти номера не подходили уже на данный автомобиль. И получилось, что мы выбрали вот такой вот номер, который можно перевести номер 1, воротарь, Лев Иванович Яшин. И в связи с тем, что машина была ему подарена в день проведения матча сборная мира и сборная СССР, сделали соответствующую рамку под государственный номер, где вот здесь написано, что за мать и дата его проведения. У наших маленьких зрителей сразу возник вопрос, как вам удалось сделать вот именно такой номер, как вы хотели? Коррупционная составляющая. Ну, наверное, связи, знакомства, да? Наверное. Наверное. Наверное, связи, знакомства. Геновские болельщики есть в любой сфере. У игроков карьера, да. Сегодня в одной команде, завтра в другой. У нас у болельщиков команда одна, мы ее уже поменять не можем. Мы все с детства знаем, кто такой Лев Иванович Яшин. И я, честно говоря, никогда и не мог себе представить, что я прикоснусь к этому автомобилю и к его части, ну, к его семье, получается, сам. Да, и сможем его восстановить и дальше продолжить. А об этой легенде, да, говорить не только в словах, да, но и показывать там фотографии, автомобили. Возможно, сделать в дальнейшем какой-то музей, посвященный именно Динамо, да. Это было очень волнительно в этот момент. Вообще сейчас планируем с клубом, возможно, сделать какие-то совместные проекты, я не знаю, будем разговаривать. Там один из, как предлагал Фил, может быть, встречать новых игроков на этом автомобиле, ездить в Шереметьево и довозить их там до стадиона на подписание. Куда планируется первый выезд на этом автомобиле? Ну, планируется в Питер. Не знаю, как, конечно, с нашей системой Фанайди мы вряд ли попадем на стадион, но до Питера доехать доедем. Давайте немножко вообще расскажем про сервис, как родилась идея организовать такое замечательное место. Посещение обстоятельств. Мы как бы являемся здесь владельцами одной из самых таких больших коллекций Мазда, вот, и поэтому приятно, что этот автомобиль попал именно к нам. Вот, и я думаю, что сделаем его прекрасно. Вот, это вот, собственно, все, что вы видите, это вот коллекция роторных маст. Вот, от первой до последней выпущенной, как бы, на заводе Мазда. Вот, это интересная очень автомобильная история. И большинство машин здесь отреставрированы нами до заводского состояния. Максим, Филипп сказал, что это будет лучший автомобиль именно этой марки. Это случай, в общем, эксклюзивный, скажем так. Ну, сделаем ее, как бы, как новую. Так что будет ездить и выглядеть, как на стадионе. Давайте немножко расскажем, какой будет план ее работы с этой машиной, что будет происходить. Да, ну, в принципе, процедура будет стандартной. Полностью ее разберем, вот, очистим весь кузов, уберем всю ржавчину, всю коррозию, которая в ней есть. Покрасим заново в тот же цвет. Все узлы отреставрируем, мотор переберем. Ну, будет как с завода. Вот, салон, естественно, сохраним, потому что он имеет историческое значение и все, как бы, элементы. Экстерьеры тоже по возможности. Так что, да, будет, в общем, новый автомобиль, но, как бы, с максимальным количеством тех деталей, которые в нем были изначально. Как думаете, какую максимальную скорость можно будет на нем развивать? Ну, километров 150 в час точно. 150? Честно говоря, мне немного боязно ехать на таком автомобиле. Но ради вас мы это обязательно сделаем. Но сбыться нашим планам было не суждено. Футбольный клуб «Динамо» организовал выставку к столетию в ГУМе. Машина Яшина должна была стать одним из главных экспонатов. Выставка проходила именно в эти сроки, когда «Динамо» должно было играть в Санкт-Петербурге. После долгого перерыва мы снова стали обсуждать идею выезда на этом автомобиле. Единственным вариантом оставался последний матч сезона в Оренбурге. Расстояние до этого города в два раза больше, чем до Питера. Тем интереснее. Приключения начинаются. Ну что, спустя более полугода мы продолжаем съемку. И сегодня вот на этой замечательной машине, которой владел Глеб Иванович Яш, отправляемся на выезд полторы тысячи километров до Оренбурга. Ехать мы будем три дня. Все это время будем беседовать о «Динамо» и показывать вам нашу замечательную Родину. Проехали первые сотни метров. Филипп, как движение на автомобиле? Движение прекрасное. Мы попали в дождь. Никто-то очень сильно опоздал. Поэтому собрали и дождь, и пробки. Но вера твердая. Ну, опоздал, конечно же, именно я. Простите, пожалуйста. Ну, а вообще, как ощущение? Есть уверенность, что доедем? Нет. Нет, ну смотри, мы взяли, закончилась только в воскресенье вечером выставка. И мы толком не успели машину обкатать. А машина была целиком собрана. То есть сначала она была целиком разобрана, а потом она целиком собрана. Поэтому по всем правилам, по всем правилам, надо, конечно, было бы пару дней поездить, посмотреть, отловить все болячки. Вот. Сейчас мы отловили только две болячки. В первый день у нас, когда мы поехали кататься, у коммер-генератор. Вот. Вчера мы поехали, а то без ее в сервис, по дороге в сервис, перестал работать вентилятор радиатора, обдув, который бил из печка. Ну, к счастью, мы еще не уехали из города. Смогли убрать эту проблему. Поэтому в будущее смотрим аккуратно, состорожно. Ну, вера тверда, как ты сказал. Наверное, одно из лучших событий в этом году, в столетии Динамо, это как раз все, что происходит с этой машиной. Потому что результаты так себе. Да, результаты ни к чему не обязывающие. Поездка ни к чему не обязывающая. Прекрасно, что у нескольких взрослых людей нашлось столько времени, чтобы осуществить этот план и порадовать зрителей программы «Вдвижа». Да, в любом случае это приключение, поэтому сам себе завидую. Впереди, дай бог, три дня у кого-то, с учетом обратной дороги, пять-шесть дней, очень веселого путешествия и хорошей компании. Ну, когда до 130, до 140, ну, здесь не очень мощный двигатель, поэтому он не располагает к большим скоростям. Ну, совершенно, я думаю, там спокойно можно и 150, и 160 ехать. Но здесь у нас сегодня другая цель, у нас цель – доехать. Это основная. Хоть со скоростью 60 км в час, но доехать. Из таких привычных комфортных вещей нет кондиционера, правильно? Ну, конечно, много чего нету из привычных комфортных вещей. Зато то, что есть, ты ценишь. Само ощущение, к чему ты прикасаешься, скорее. И музыку мы слушаем, вот не по этому аппарату, да? Да, это оригинальный родной аппарат, вот, но, к сожалению, он плохо ловит даже в Москве. Но мы с этим тоже будем работать. А, сюда кассеты? Да, это кассетник, магнитола, да. Для наших юных зрителей, кто никогда не видел кассеты, которые перематываются при помощи карандаша, вот они вот такие сюда вставляются. А мы музыку слушаем через вот такую детку. Через специальную колонку. Да, это было такое, мол, я не видел. Сейчас прервемся на секундочку. Я не понял, зачем он сюда поехал, но меня повел он именно сюда. Это все правильно. Для понимания, да, у нас большой экипаж, конечно, который не в одну машину яшину не поместится, за нами, еще автомобиль, общаемся мы при помощи рации. В общем, все подготовлено. Давайте, перестраивайтесь сюда. Ничего, доедем. Ну, когда мы покупали эту машину, она была не только в сложном таком состоянии, с точки зрения Голубей и Тополя, и с озера в багажнике. Но вот проходим, я показываю пороги, говорю, здесь пороги мятые. И продавец мне говорит, ну, это же пороги. Помял Лев Иванович. Вы понимаете, какая это культурная ценность? Я специально ее не трогал. Он говорит, хорошо. А сидения все это в прожогах? Это курил здесь, вот на этом и на... с левым и на правом сидения, сам пассажирском. Лев Иванович. Я специально эти дыры оставил, чтобы сохранить вот эту частичку памяти и истории. И я как-то подумал, что, наверное, этой машине такие прожоги на сидениях будут не к лицу. И их аккуратненько заделал. Это мне больше всего поразило и растрогало. Это мы, когда Ирине Львовне с дочкой показывали эту машину, она рассказывала, как папа, а с Лев Ивановичем обладал этой машиной недолго, около полугода потом. К сожалению, его не стало. Но вот как он радовался этой машине и говорил, Ирочке, я снова могу водить. А он очень любил водить, управлять машинами. Что касается управления. Ну, неплохая машина. Рулится хорошо. Разгоняется гораздо сложнее. Над коробкой передач мы еще поработаем. У этой машины главная задача – это довозить нас до гостевых матчей. Вот сейчас мы едем в Оренбург. В следующем сезоне еще пару выездов пробьем. С этой задачей она справляется. Ну, у меня в гараже, прямо скажем, много других, более интересных в плане динамики, эргономики и всего остального автомобиля. Но я не могу сказать, что это вот Мазда 626, а это такая икона. Нет. Добротный автомобиль из конца 80-х. Это как с Жигулями. Главное, что заводится. Главное, что едет. Ну, вот я вчера, позавчера, когда мы из ГУМа машину забирали, перепугался, потому что в пробках она стала, ну, к счастью, не закипела, но была близка к этому. Вот я посмотрел, не работал вентилятор, радиатор, система охлаждения не работала, печка не работала. Я думал, господи, как мы поедем? Но потом, к счастью, вскрыли причину. Просто перегорело реле. Реле поменяли, второе реле запасное взяли с собой. Но пока вот нормальный полет, нормальный. Ну, дай бог. Мы продолжаем наше путешествие. Не переключайтесь. Машина у нас выглядит вот так. Да, ну и номер о нем мы отдельно уже говорили в начале видео. Номер один. Таким и был Лев Планченш. Как говорится, буду в Пензе, позвоню. Ну что, мне оказана большая честь вводить этот автомобиль. Как вот в первый раз за руль сажусь. Немного даже страшно. Ну, с богом. Так, а что она не едет? А, на нейтралке что ли стоит, не поймем. Господи. Все. 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 Так, так, так. Ой-ой-ой. Слушайте, ну нет, ну в принципе, что. Это же как на велосипеде. Один раз научился и все. Едешь. А до Пензы нам еще 7 часов 18 минут. Срочно нужна остановка. Подкрепиться, так сказать. Что, за заправка? Любезно предоставленный напиток. Вот. Это Андрей. Ну скажи, почему одним все, а другим ничего? Как так бывает? Оператор тоже глотнет. Фил, давай со старта. Пик. Каким заправляем? 95? 95, но видишь, здесь проблема с... Гублевый от бензина. Ого. Бензина надо отдалить сколько-нибудь. И... Уже 32 она левая. И конструкция не очень доработана. Надо разбираться, почему она бензин не поднимает. У тебя ватку пустую абсолютно. 35, нормально. Как? Ага. Может, водой даже не будет. Давай. Есть ли вода? Да. Тут интересуется, какой пробег был у машины, когда вы ее покупали? 133. 133 тысячи километров. Пошел. В принципе, такой же и остался. У нас привал и прием пищи в полевых условиях. Да. У каждого болельщика Московского Динамо есть спутница жилья. Как правило, жена, которая может организовать его в Королевский подгор. Всем приятного аппетита. Спасибо. Маленькая, говорю. До дня ей можно питаться. Это там закончится когда-нибудь? Пирожков. Пирожков от Массажа Чек. Как у кого ощущения от дороги? Немного спать, а сколько? А так позитивно. Да, так позитивно. Главная компания, самое главное. Никого не смущает, что едем-едем, и большинство на футбол просто не пойдет. Ну что делать? Ну, в общем, вот так. Всем, кто смотрит, всем приятного аппетита. Так, ну и у нас первые неприятности, судя по всему. Ну что взялся? Ну сейчас, постынись. Фару погасеет, а то еще... Да нет, она не перегрелась, ничего. Ну стучал что-то, да? Ремни все на месте, крутятся нормально. А началось на ходу, ребята, это самое? Что делать, ну? Что делать? Сейчас включить и пиво будет. Прекрасно. Ну, в принципе, что, покатались, хватит. Получается так. Ну, осталось-то до Пензы 55 километров. Ерунда какая. Ну, я думаю, что мы где-то приватно. Ну, в общем, ехали-ехали. И вот начался стук из мотора. Остановились, теперь смотрим, что делать дальше. До Пензы, действительно, 50 километров. Ну, фо-стук. Собственно, вот такой пейзаж, такие дела. По итогу ищем сервис Мазды в Пензе, чтобы узнать, что произошло. Возможно, устранить поломку. Ну, как сказали сейчас ребята, хотел приключения, получай. Сейчас пойдем, я думаю, с Антоном искать деревню здесь. Самогон? Пока, да. Пока его кадр будет. Какие планы на вечер, господа? Гулять по нашему фейзу. Мы не внуваем. Хорошо, что мы, конечно, поехали на двух машинах. Потому что, если бы поехали на одной, то сейчас бы было не так весело, наверное. Ночной город Макшан. Скоро будет ночной город Пенза. В общем, едем в автосервис, который называется Автоспарта. И есть подозрение, что это какая-то замануха красно-белая. Потому что место так себе. Глуш, дороги нет. Дай бог живыми уехать. Вот такая ситуация. В целом, сразу скажу, что это будет точно непросто. Поскольку, говорят, эта методка там особая. Там будет еще ремидия. Проверка там не снулила, а ремидия там первая, вторая, вторая, вторая. А здесь почти еще чуть-чуть. Вечер трудного дня. Рассказывайте о своих впечатлениях на дороге. Ну, самое главное, что мы хотели, приключения, и мы их получили. Да, доехали не все. Мазда у нас сейчас пребывает в сервисе. Но я изначально говорил, что 60 на 40 либо доедет, либо она не доедет. Но она почти дотянула до Пенза, сломалась. Завтра будем смотреть, что с ней. Если с ней все не очень хорошо, то мы отправим на его квартире в Москву. А наше путешествие продолжается. Завтра у нас все равно по плану Самары. Послезавтра с Оренбург. Если Мазду приведут за завтрашний день, вернут в строй, мы поедем с Маздой. Если нет, поедем с шестером на одной машине. Так даже веселее. Ты просто когда говоришь, что путешествие продолжается, прям хочешь, чтобы голосом боярского прозвучало. Приключения продолжаются. Я, собственно говоря, заскочил в эту компанию совершенно исключительно. Но получил огромное удовольствие от знакомства с новыми ребятами, очень прекрасными. Кого-то знал, с кем-то, надеюсь, продолжил знакомство. Приключения прям шикарные. Я думаю, что у нас все будет. Ну, я могу сказать только одно. Наверное, ребята согласятся, что несмотря на то, что мы были в дороге больше 10 часов со средней скоростью до 100 км в час, прошла она незаметно. И то, что Мазда сейчас находится в сервисе, честно говоря, нет никакого уныния, потому что в любом случае она будет на ходу. И этот процесс все равно доведется до ума. И самое главное – это хорошее настроение. Выезд – это всегда удары приключения. Поэтому продолжим. Артем, вот скажи, пожалуйста, как объяснить людям, которые будут смотреть, что ты вот, например, едешь, будешь три дня ехать, сегодня 10 часов ехать, на стадион потом не пойдешь? Честно скажу, что просто поддерживаю, наверное, вот этот байпот, который, да, произойдет. И это связано все-таки с тем, что… Домой по паспорту не ходят. Ну, домой по паспорту не ходят, понятно. И так слишком много запретов, да, в нашей бытовой жизни какой-то непонятной. И это уже, наверное, для любого человека, который любит на футбол и ходит на него очень давно, это, наверное, уже реально перебор. Поэтому я вот для себя выбрал эту позицию. Три дня дороги с друзьями, до машины Яшина, поугарать, попытаться, попутешествовать, это гораздо даст больше эмоций, если я сделаю себе понайду, посмотрю этот футбол, за какое там место сейчас будем, непонятно. За седьмое? Ну, за седьмое. Или восьмое. Предлагаю выпить за то, чтобы завтра нам сказали, что наша проблема пустяк, и мы продолжим движение двумя автомобилями. Да? Да. Вообще, дай бог. Я не могу сказать, что все покрыли. Город Пензе, ты нам очень понравился, по крайней мере, ночью. Да, нам сказали не ходить в какое-то место, оно называется Орликино. Да, мы в него пока не пошли, но если пойдем, все это будет упоминать сюжет фильма «Провинциальная история Хэ». До Орликино? До Орликино? До Орликино метр в пятьсот. До баки шаговые, да. Не то, чтобы я был в Пензе, я просто по карте смотрел, в аптеке случай. Ну, ты как, настроен на Орликино? Ну, я не могу себе этого позволить. По крайней мере, потому что моя супруга увидела. Это кино. Просто если есть Орликино, где-то должна быть Мальвина, судя по всему. Это вот в этом там, да, было? Ну, одна из основных версий. Да, это масло. Было поменено масло два дня назад. Прошло всего 700 километров до Пензы. Вот такого вот односвета. Ну, такие вот у нас дела. Но до Оренбурга мы все равно поедем, потому что подменная машина. Ну, сейчас расскажем все. Судя по смеху, настроение у всех приподнятое, хорошее. Давайте все-таки еще раз расскажем, что является версией главной произошедшего. Ну, основная версия – это паленое масло. Причем, судя по всему, залили это паленое масло дважды. Мы сейчас посмотрели. Скажем так, состав этого напитка, а-ля Байкал, черт на головке, после пробега 700 километров. Это просто черная жидкость с намеком на какие-то маслосодержащие свойства, не более того. Вот, и судя по всему, как раз из-за паленого масла, ну, двигатель, скажем так, двигатель гердык. Ну, а есть и хорошие новости. Связались мы как раз с ребятами из МСК «Классик». Они сильно обещали, и сказали, что у нас такой же двигатель, новый, еще лучший, с хорошим маслом, и совершенно бесплатный. Вот, поэтому сейчас выехал эвакуатор из Москвы. Вечером он будет здесь. И завтра уже к вечеру Мазда будет в городе Героя Монтеевка. Все будет хорошо. Ну, бывает такое, что should happen. Прямо как наш футбольный клуб оказался в Мазда. И футболисты хороши, и все остальное. Ну, Яканович, как масло был. Да, не того залили. Ну, слили того, судя по всему, все. Слили, слили того. А ты знаешь, а когда сливаешь, что масло, что тренер одинаковский, понимаешь, такая черная жижа непонятная каждый раз. Каждый раз одно и то же. Вроде бы масло хорошее, но потом сливаешь, так гаван, ну как вы, несите следующее. Когда последний раз масло нормальное было? Давно. Давно. Ну, Шварц неплохо было. Шварц, да. В прошлом году, получается. Ну, это тоже дискуссионный вопрос. Парень хороший, всем нравился атмосфера в команде, была хорошая. Результаты тоже гавно, если вспомнить последние матчи весеннего чемпионата. Может, к пацанам больше вопросов чемпионата, но, что, может, они к концу сезона устали. Это была весна, это было начало сезона. У нас, кстати говоря, в багажнике золотник сидит. Ребята, всем привет. Мал золотник, да. Хорошо, что не лежит хотя бы в багажнике золотник у нас. Раньше на выезд приезжая, фанаты брали с собой майонез, хлеб, водку, конечно. Что беру с собой я в первую очередь? Ну, и это, чтобы можно было поспать. Посмотрим, удастся ли на этом выезде. Прочесть хотя бы страницу и хотя бы часок поспать. Самара. Роддом. Вот так вот смотришь, и кажется, что не Самара, это совсем какой-то лазурный берег практически. А мы сейчас пойдем на дно. Я думаю, можно было, как ЦСКА, отказаться от маркетинга, просто добиваться цели и выиграть все, что можно было. Ну, кроме чемпионства, конечно, которое всегда дается «Зенит». С этим и бороться не можем. Ну, а как вообще творчество Егора Крида, Люси Чеботина и всех остальных ребят? Я не знаю, кто это. Может, даже про Влад Бумагу не спрашивай. Вообще все. Выехали из Самары и выяснилось, что за нами буквально по пятам идет московский «Спартак». Может быть, стоило остаться? Может быть. Вообще. 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 Мне нельзя оставаться, надо ехать, чтобы золотой сезон добить. Последний матч остался. Поэтому решили продолжить. А с ними хер с ним. Ладно, мясо, мы поехали. А вы там веселитесь на своих концертах «Яйца Фаберже» и прочее. У нас дорога в Оренбург. А что вы Чеботину стебете? Она чем-то легендарна, что ли? Нет, она перед матчем выступает вместе с такими же идиотами. Другой бумагой. Собирает кучу аудиторию. Все пункты, срунцы. Они делают три штанинки, рисуются футболом. При этом выступает совершенно. Она реально перед пустыми трех. Хоть кто-нибудь может мне одну популярную песню назвать? Люся Чеботиной? Зачем нам солнце Монако ездить? Зачем нам солнце Монако ездить? А, я даже припылил. Я вообще на них, на всех. Классно. Честно, я их не смотрю. Не знаю, кто не особо так слышал. Краймур. Ты сейчас проколол про Чеботину и бумагу? Не-не, ну я вообще про все вот это по личностей, которые к нам на стадион притягивают ради того, чтобы притянуть публику какую-то. Все-таки я считаю, что люди должны любить футбол, команду, а не вот это вот все шоу какое-то. Не знаю. Мне кажется, люди, которые работают у нас в клубе, немного не понимают вообще, о чем вообще наш клуб, наш футбол. Бесплатно билеты там в Дикси раздают, я знаю. Лишь бы приходите. Кому-то, я вот слышал, деньги платят даже. Сколько платят, как я звучал? Не, не у нас в клубе именно, я других слышал. У Зенита там тысячи рублей дается приход и так далее. Люди походят-походят какое-то время, но любой футбол не приведет. Более того, наша команда показывает просто отвратительные результаты. Если бы они результаты еще погалили, возможно бы детей каких-то там и так далее, это влюбляло. Сейчас я не знаю. Ни один футбольный клуб не виноват в том, что ввели FUNID. Но просто тот же ЦСКА как-то выражает свою солидарность со своими фанатами. Они устраивают какие-то акции с объяснениями постоянными, навязчивыми, как оформить FUNID. Иди, присылай это на почту и явно показывают, что они ориентированы теперь на другую аудиторию. Так мы... Ну это да, согласен. Здесь вектор развития можно было очень сильно, конечно, рассматривать. В том числе, с точки зрения в аркете, когда они все делают правильно, там FUNID, не FUNID, им нужно привлекать новую аудиторию. Когда ты привлекаешь, условно говоря, 13-14-летних подростков, мальчиков, девочек, которые никогда в жизни раньше не ходили на стадион под влагопумагу, да, они там приходят, потом остаются на трибуне. Дай бог, Динамо продемонстрирует зрелую один раз хоть там игру, им футбол понравится, они останутся там дальше. Вот рассасываются, не рассасываются, это их моральное право. Но сам клуб правильно делает, что в это вкладывает. Ну вот эти молодые, они же тоже поймут о том, что и почитают историю потом, и у них будет понимание, что если раз уже предал клуб своих болельщиков, то и второй раз предаст их, и новых предаст потом. Здесь же такое бывает. Да они и прекратить, слушайте. Это очень такие высокие материи, которые никого не интересуют. И которыми могут там апеллировать золотники, которые там на четвертом, там десятки лет, на пятом, на шестом сделали золотой выезд ради клуба, который любит всем сердцем. Но до этого состояния надо дойти. Это значит, золотниками не рождают стол. Лучше к нам, чем там на локомотив, условно говоря. Локомотив там в свое время точно так же на молодежи основался, там всю свою такую мощную банку достаточно. Но работает на самом деле история, мне кажется, потому что, не знаю, заметили ли вы, но идешь по городу, и ты чаще и чаще видишь людей, ну, кутрибутики Динамо. Но лично я реально замечаю и подростков, и по 17+, и постарше. То есть если раньше, знаешь, идешь и увидишь кого-то в Динамо вской кепке, там, я не знаю, и включишь. Ну, брат, брат, блядь, давай мне вновь, а тут уже... Если со всеми будешь выпивать, то... По локомотиву не соглашусь, потому что локомотив показал результаты. И к ним пошли за результаты, когда они играли в Лиге Чемпионов, и везде... И в России, и в Кубке, и там, и все остальное. И чемпионами знаю. А мы просто хотим Люсича Бутина привлечь, или кем-то еще там, я не знаю. Нет, наверное, да пофигу сайта, но она... Во время нашего веселого трипа несколько человек написало, что наше путешествие очень напоминает выступление Динамо в столетие. Красивая задумка, огромные усилия, потраченные на реализацию, отличный маркетинг и подача, здесь явно намекали на участие автомобиля в выставке, а в итоге авария на полпути. Что ж, сравнение забавное, многое в точку. Но разве стоило не отправляться в этот путь? Пусть даже у нас не было уверенности, что он будет пройден до конца. Поверни все это назад, сорвались бы мы в дорогу снова? Конечно, в следующем сезоне Динамо наверняка поборется за самые высокие места, а болельщики снова отправятся в путь, независимо от результатов команды. Кто-то потому что еще верит, а кто-то просто повидаться с друзьями. Приключения продолжаются. Дорогие друзья, зрители канала «Вдвижа», на следующий выезд мы все-таки доедем куда-нибудь, на машине поедешь. Всех хочу поздравить болельщиков, что сезон заканчивается сегодня, следующий сезон не за горами, новая надежда. А что говорить-то вообще? По традиции нашей программы я вручаю футболки в сине-белых родных цветах. Вот XL-я такие. Еще одну такую черную футболку, не как у ребят, а не как на мне, а именно черную, получит кто-то из вас, кто-то из зрителей программы. Пишите свои комментарии, самые залайкиные комментарии, и получит эту замечательную футболку. Мы отправим ее, где бы вы ни находились, но и вы всегда будете вдвижен. Вот так болельщики «Динамо» развлекаются в Оренбурге. Ежика поймали. Приветствую. Пойдем бухнем. Еж, какой тренер будет у «Динамо»? Помню, были времена 15 лет назад, Когда все бились за клуб, а не за фирмы, Которые бивали на собаках. Выезда, последний хлеб с майонезом делили. Пойдем бухнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Булега